Конец пришел Пригожину и Российской Федерации. Кадыров уже окончательно объявил независимость. Вы же слышали его? Это дня 10 назад его выступление, кстати, обращенное к украинцам. Он невероятная речь была. Мы, чеченцы, мы 10 лет назад сражались с этой проклятой империей героически. И вы, сволочи, ни Запад, ни Украина нас не поддержали. Мы одни сражались. Потом мы вынуждены были как-то с ними чем-то согласиться. И дальше он обращался к своей, чеченской. Но зато, смотрите, что мы достигли миром с русскими. Мы обеспечили свою безопасность. Никто уже там, никто никакой русский офицер не может схватить, утащить чеченскую девушку, изнасиловать и убить. А главное, смотрите, миллиарды долларов, вложенные в экономику. Ну, короче, Путин платит нам громадную дань. Если мы слышали русский вариант, на чеченском я уверен, говорил примерно так. А за то, какую дань эти русские собаки вынуждены были нам платить. Все, он уже ничего не скрывает. Он и был все время, он видел себя лидером чеченского государства, который какую-то личную унию с Путиным из тактических соображений заключил. А сейчас он понимает, что Путина приходит конец. И он занят своими делами. Он укрепляет свою армию. Пригожин обратился к нему за помощью, он ему отказал. Потому что Пригожин и остальные 27 ЧВК, они готовятся к мафиозной войне внутри России за освобождающиеся громадные активы. Уходит Путин, уходит его группировка. Кто же будет владеть всеми этими Газпромом, Норильским, Никелем, Красноярским, Алюминием. А Кадыр он несет другое. Его армия защита Чечни. А может быть, даже более широко он видит свою миссию на Кавказе. У него там претензии к соседям и так далее. Вот он, то, что Кадыра по тактическим соображениям до недавнего времени скрывал, он сейчас уже не скрывает. Я руководитель независимого государства Инчкерии. Русские дела меня уже не интересуют. А Пригожина убьют, конечно. Потому что он замахнулся на армию. Армия – это институт. Вы понимаете, ведь Шойгу и Герасимов 12 лет по главе армии. За это все высшие офицеры, генералы назначены лично ими за это время. По принципу личной преданности. Поэтому они… Я же еще раз повторю. Я всегда это утверждаю. И сейчас каждый день только подтверждает эту мою версию. Ночь с 10 на 11 января в бункере произошел мини-военный переворот. Шойгу и Герасимов съявились к Путину и заставили его уволить ставленника Пригожина Суровикина, восстановить во всех своих полномочиях Герасимов и получили от него лицензию на уничтожение Пригожина. С тех пор они его и уничтожают. Это Пригожин заодно кричит каждый день, но, уверяю вас, кричать ему осталось недолго. Я не хочу, чтобы подумали, что у нас могут быть претензии, предпочтения к тому или другому. Вообще они для нас одинаковые военные преступники. Виновные, как справедливо сказала господа Харрис, систематических преступлений против человечества. Но нам просто интересно разбираться в их взаимоотношениях, чтобы понять ход дальнейшего развития событий и на поле боя, и в бункере. Для нас, Андрей Андреевич, чем больше они будут утилизировать друг друга, тем лучше. Пусть делают это как можно активнее. Хватит там стрелять из пулеметов по портретам. Стреляйте прямо уже по абразивным. Это сто процентов. Я думаю, что Герасимов еще и нашептывают Путину вот что. Ведь 10 лет Путин и компания тусовались в бандитском Петербурге в ресторанах у Пригожина. Я думаю, что он их всех писал. Судя по его человеческой. Я думаю, что там у него компромата много. И они ему все время говорят, Плишевому, что надо убирать этого человека. Он опасен. Он опасен. У него есть там то, у него есть это и так далее. Нет, но они нашли аргументы. Это историческое событие было. Это первое аппаратное поражение Путина. Когда они пришли к нему, и они нашли аргументы. Но в любой фашистской диктатуре так происходит. Помните Гитлера? Тоже генералы потребовали у Гитлера убрать штурмовиков и их лидера Эрнстерона. Это такого гитлеровского Пригожина. Тот покруче был. Он же привел после чего Гитлера к власти эти штурмовые отряды. Гитлер выбрал армию и дал своему другу пистолет с одним патроном. Повел себя как настоящий фюрер. А наш-то фюрерок мелкий. Он не решился окончательно. Не решился. И в результате все это два месяца продолжается. И закончится расстрелами уже не портретов, а друг друга. В самое ближайшее время. Чего мы им и пожелаем. Вот поскольку мы с вами подводим итоги этого года, процесс разрушения России благодаря этой войне стал буквально термоядерным. Из первой стадии перешел в четвертую или пятую. События очень сильно ускорились. Что будет дальше? Потому что мы видим, как активизировался лагерь оппозиции демократов. Мы видим, что 3-4 дня назад Навальный написал, что он признает, что он был неправ, что Украина в границе 1991 года должна существовать. То есть он уже больше не бутерброд. Ну, по крайней мере, он сам так сказал. Кто эти люди, кто смогут заняться реконструкцией фашистского государства? Потому что Россия сегодня фашистское государство. Когда я смотрю, как стена Симоньян, знаете, как гестапо у газовой камеры. Когда я вижу там какую-то русскую женщину, которая говорит, я четырех сыновей дала на войну, ничего, я себе еще нарожаю. Я понимаю, что страна очень больна. Такой страной заниматься – это целая проблема. Хотя некоторые говорят, достаточно полгода телевизора, и все опять будут другими. Вы знаете, я вот согласен скорее вот с этими циниками. Потому что я помню, что эта страна была почти нормальной. Слушайте, вот самая страшная катастрофа по Путину 21-го. Беловежские соглашения. Все, распад империи, Украина получает. Кто-то протестовал в декабре 91-го года. Я помню, был призыв к митингу. На митинг к зданию Верховного Совета Российской Федерации, утверждавший вот это чудовищное с точки зрения Семенового Совета Российской Федерации, пришло 100 человек на Манежную площадь, на которой до миллиона людей весь в 91-й год. Не было вот этого имперского комплекса у русского народа. Сделало все телевидение. Ну, предпосылки были какие-то, но, понимаете, у Гитлера было радио. Тогда это был колоссальный технический инструмент, который позволил радиостроваться. Телевизор – это страшная вещь, намного страшная. Я помню, как это происходило. Вот та же ненависть к Западу. Она транслировалась с телевизора все время. По любому поводу, там, скажем. Или там война в Сербии, или так называемое унижение российских спортсменов на Олимпиаде в Соединенных Штатах. Все вопросы общественные мне показывали. Такая базовая, там, процентов 15-20 антиамериканских строений после телевизионной кампании вскакивает до 40-50. Прекращается эта кампания, возвращается обратно. Но потом-то это приняло такие... Все это процессы очень-очень управляемые телевизором. Так что в том, что телевизор в нужных руках. Ну, вы знаете, я не молодой человек, меня уже это не интересует. Меня интересуют две великие задачи, которыми мы с вами, я в меру своих слабых сил посвящаем. Это победа Украины, это возвращение ее на границу 1991 года, и обеспечение ее безопасности. Теперь этот вопрос решен уже нам. И Столтамберг, такое уже мнение, и все американские. Это, безусловно, безопасность не только Украины, но и Европы. Немедленное принятие Украины в НАТО. Безопасность Украины, Европы обеспечить. А что по другую сторону этого поребрика? Ну, там будет... Меня сейчас... Мне некогда и неинтересно об этом думать. Люди помоложе очень внимательно об этом подумают, задумаются. Нам главное, чтобы никакой угрозы уже ни Украине, ни Западу это образовали. Я, если хотите мнение, просто у меня такое ощущение, что китайские товарищи займутся этим вопросом. Спасибо.